Исполнение бюджета, реализация прорывных проектов, благоустройство территории – это задача для властей Ядринского района. Сегодня в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития. Приоритеты перед руководителями расставил глава республики. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Первые итоги работы муниципалитет подводит накануне очередной годовщины районного центра. На этой неделе Ядрину исполнится 427 лет. Но перед праздником местным властям придется основательно потрудиться. Глава региона отметил, что облик городских улиц портит нескошенная трава. А придорожные полосы буквально утопают в сорняках. Особенно много борщевика. На благоустройство остались считанные дни. Этой заразы у нас 20 лет вообще не было на территории республики. Вообще не было. Это же аллергию дают. Соответственно, организм каждого человека по-разному относится. В 2018 году мы должны гербицидами полностью справиться с этой заразой. У района колоссальный потенциал. И это подтверждают результаты работы крупных промышленных предприятий. Новые рынки продолжают осваивать Ядринский молокозавод и мясокомбинат. Недавно в городе реанимировали и производство ликероводочной продукции. Но чтобы экономика пошла в рост, необходимы новые проекты. Сейчас местные власти ведут активный поиск инвесторов. Молокозаводам планируется увеличение использования имеющихся производственных мощностей по переработке молока путем ввода в эксплуатацию цеха по производству творога. Запланирована модернизация производства на хлебозаводе. Среднемесячная зарплата работников организации обрабатывающих производств составила 16 614 рублей 30 копеек. Местные власти возлагают надежды на высокоскоростную магистраль. По проекту в Ядрине планируют построить станцию и обгонный пункт. Здесь будет создано 150 рабочих мест. Та поддержка и те инвестиции, которые вносятся в район, это одна история. И она нас обязывает, конечно, к эффективной работе. У всех сегодня есть возможность внести вклад в экономику района. Пока же в муниципальной казне доля собственных доходов не так велика. Хотя резервы у района есть. Необходимо активизировать работу по сбору налогов. Ядринские власти должны решить и другую проблему. Долги за услуги ЖКХ в городе превышают 20 миллионов. Причем в ближайшие годы не получится вернуть и половины от этой суммы. По долгам, по жителям есть, конечно, такая проблема. Но будем эту работу усиливать. Внесем изменения в план работы комиссии по погашению долгов. И, соответственно, в этом направлении уже будем более активнее работать. Правительство республики поддерживает муниципалитет. В этом году только на ремонт и строительство дорог из бюджета было выделено более 50 миллионов. Программа она до 2025 года. Поэтому все реальные шансы есть. В ближайшие годы в муниципалитете планируют отремонтировать все ветхие ФАПы и дома культуры. ДК города Ядрин уже преобразился. Недавно здесь оборудовали кинозал современной аппаратурой. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.